17 июня в администрации района прошло предуборочное совещание, на котором присутствовали председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник Адыгейского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и республике Адыгея Азамат Бишуков, начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, главы сельских поселений, руководитель фермерских хозяйств, ввел совещание глава района Заур Хамирзов. На повестке дня было шесть вопросов. По первому вопросу выступил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов, который доложил всем присутствующим об общем положении уборочной страды 2016 года. Основной задачей является своевременно и без потерь убрать урожай озимых и зерновых и зимующих культур, говорит Заур Самогов. К уборке на зерно в этом году подлежит озимая пшеница – 15 059 гектаров, озимый ячмень – 2022 гектара, рапсное зерно – 378 гектаров. На сегодняшний день уборка озимого ячменя идет почти во всех сельских поселениях, кроме Худинского и Волинского. Начальник управления сельского хозяйства в своем выступлении особенно отметил, что крайне необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. Далее слово предоставили начальнику Адыгейского межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю Республики Адыгея Азамату Бешукову. Он напомнил всем руководителям фермерских хозяйств о том, что выжигание стерни – это вредно и наказуемо. Огонь выжигает самый плодородный слой почвы, гибнет вся микрофлора. На восстановление плодородного слоя, уничтоженного в результате сжигания стерни сухой травы, потребуется минимум 7 лет. Также Азамат Бешуков зачитал основные тезисы технического регламента Таможенного союза о безопасности зерна. Затем по вопросу по обеспечению пожарной безопасности на период уборочной острады 2016 года выступили начальник отдела ГОИЧС Николай Зверев и представитель пожарной части Владимир Булдаков. Далее были рассмотрены следующие вопросы. Фитосанитарная обстановка на озимых колоссовых, безопасная эксплуатация зерноуборочной техники, а также условия поощрения передовиков районного соревнования по итогам уборки урожая колоссовых культур 2016 года.